Заработок лучших игр на платформе Steam это всегда одно из самых горячих тем для обсуждения в игровом сообществе. И поэтому сегодня я расскажу вам, сколько заработали лучшие игры за март 2023 года. Если вы интересуетесь состоянием игровой индустрии и хотите узнать, какие проекты стали настоящими лидерами продаж, то вы попали по адресу. Важно помнить, что популярность и доход игры могут зависеть от многих факторов, включая количество обзоров и оценок игроков. Интересно, что игры, которые не вошли в топ, могут также быть качественными и достойными внимания, просто у них меньше обзоров. Это быть инди, спасибо за лайк и приятного просмотра! Undead Horror 2 Necropolis снова предлагает игроку роль некроманта. Ему дают возможность управлять напрямую королем мертвых и руководить его неживой армией. Игра сочетает в себе несколько жанров. Тут есть элементы hack and slash, RTS и RPG. Игроку предстоит сражаться с живыми. Убитых противников он может воскрешать и порабощать. Таким образом, повелитель нечисти с каждой победой пополняет свое войско. Всего в этой игре есть 100 разновидностей существ. Среди них есть пехота, конница и другие типы юнитов. Их можно усиливать, как и протагониста, при помощи могущественных предметов. Эти артефакты обычно хранятся в разбросанных по локациям сундуках. Орда Нежити 2 Necropolis от предыдущей части отличается слегка улучшенной графикой, немного измененной цветовой гаммой, новым контентом и дополнительными возможностями. В сиквеле появилось строительство. Игрок теперь может отстраивать Некрополис. Постройки открывают доступ к различным силам, талантам и улучшениям. По мере прохождения также можно разблокировать 20 уникальных слуг. Сражения стали более масштабными. Появились подобия осад населенных пунктов. Главная цель антигероя состоит в завоевании всего мира, восстановление своего царства и возвращение украденных его противниками душ. Игра стоит 17 долларов и заработала 16 тысяч долларов. Miniland Adventure Сформируйте этот прекрасный мир так, как захотите этого именно вы. Занимайтесь исследованием фантастического окружения, собирайте все возможные ресурсы, стройте объекты, сражайтесь, занимайтесь сельским хозяйством и делайте многое другое. В этой довольно необычной игре в вашем распоряжении будет весьма обширные возможности. И единственным ограничением здесь является только принятие пищи время от времени, а в остальном нет никаких запретов. При этом начинать вам предстоит с небольшого земельного участка, который постепенно можно будет улучшать и расширять. А благодаря постоянной работе, очень скоро у вас будет стоять большой и красивый дом, ухоженная ферма и не только. К тому же, ежедневно вы сможете получить множество тайлов биома, которые используются по вашему усмотрению. Так, например, вы сможете возвести зеленый лес, бескрайнюю пустыню, снежные локации, высокогорье, саванну и многое чего другого. Так как это пролог, игра бесплатная. The Great War Western Front – это стратегическая военная игра, разработанная компанией Shrapnel Games. Игрокам предлагается погрузиться в атмосферу Первой мировой войны и принять участие в битвах на Западном фронте. В игре The Great War Western Front игроки могут выбирать сторону конфликта, контролировать свои войска, разрабатывать тактику и стратегию, чтобы победить врага. Игра предлагает несколько режимов игры, включая кампанию, сценарии и многопользовательский режим, где игроки могут сражаться друг с другом. Графика игры выполнена в реалистичном стиле, который помогает игрокам полностью погрузиться в атмосферу Первой мировой войны. Игра также предлагает реалистичный звуковой дизайн, который создает атмосферу боевых действий и оружия. Это игра, которая заставляет игроков принимать сложные решения, а также применять свои навыки и тактические знания, чтобы выиграть в битве. Если вы любите стратегические игры и исторические симуляторы, то The Great War Western Front станет отличным выбором для вас. Игра стоит 35 долларов и заработала 340 тысяч долларов. Time Westerns – космический экшен с топ-даун перспективой и элементами рогалика, в котором предстоит исследовать просторы вселенной, управляя звездолетом. Можно улучшать экипировку и вооружаться огромным количеством разнообразных пушек, чтобы уничтожать множество врагов на своем пути. На уровнях требуется собирать Time and Space Clubs, чтобы пополнять свою временную шкалу и проворачивать время в свою пользу. В космосе содержится много таинственных артефактов, позволяющих манипулировать потоком времени и изменять пространство. Например, в Time Westerns можно прикидывать возможные варианты событий или сокращать время для совершения определенного действия. На выбор доступно несколько капитанов. Каждый герой специализируется на индивидуальной тактике и сражается при помощи уникального вооружения. Все пушки можно преобразовать в супероружие. Постепенно открываются новые ветки модернизации, как вооружения, так и шаттла. При помощи различных бустов можно получать кратковременное преимущество над врагами. Золото необходимо для того, чтобы покупать новые улучшения. После каждой десятой уничтоженной волны противников, потребуется сразиться с так называемой элитой пришельцев. Потребуется защищать целые планеты и континенты от нападения врагов. Многие элементы игрового процесса генерируются случайным образом. Игра стоит 3 доллара и заработала 34 тысячи долларов. The Thief Inc – стелс-экшен с харизматичными персонажами и яркой стилизацией. Герои игры – агенты под прикрытием со своими уникальными способностями и индивидуальным набором оружия. Ханс умеет замедлять врагов, детектив Кавалье сканирует местность, обнаруживая скрывающихся оппонентов, а мадам Мью вселяется в другие тела. В The Thief Inc можно менять экипировку и вооружение персонажа в зависимости от выбранной тактики. Есть ряд общих гаджетов, доступных всем протагонистам – дроны, турели, щиты и многие другие. При помощи гаджета под названием «Мимик» можно принимать облик любого объекта на локации. Если экипироваться гаджетом-батутом, то можно высоко подпрыгивать, забираясь на верхние этажи зданий. Различные задания варьируются в зависимости от карты, однако глобальная цель всегда не меняется, необходимо проникнуть в хорошо защищенные поместья. Для этого потребуется скрываться от врагов, крутить вентиля, дергать рычаги, получать секретные доступы к хранилищам и многое другое. На картах можно найти интеллы – важные данные, облегчающие прохождение и дающие подсказки. Интеллы дают возможность заламывать двери, получать кодекс сейфом, где лежат бонусы и улучшалки. Игровой процесс представляет собой шутер от первого лица. Действия развиваются в Америке и во всем мире, где герои встречают различных харизматичных персонажей. Содержатся отсылки на культовые нуарные и детективные произведения. Игра стоит 20 долларов и заработала 320 тысяч долларов. Но чтобы сыграть в стиме, нужно купить игру, а при текущих условиях это может быть муторно. Выручить может Купикод Steam – это сервис для безопасного пополнения вашего аккаунта с минимальной комиссией. На сайте вы получите доступ к широкому выбору товаров по низким ценам. Комиссия на пополнение Steam – самая низкая на рынке, меньше чем у Kiwi и перекупов на разных площадках. А при использовании моего промокода БытьИнди комиссия сразу составит всего лишь 16%. Пополнить баланс Steam можно на любую сумму. Пополнение происходит быстро, легко, а главное безопасно. Всего в несколько действий. Первое – необходимо ввести свой логин Steam, никаких личных данных сообщать не нужно, что крайне важно, учитывая количество небезопасных сервисов. Второе – ввести сумму, на которую хотите пополнить аккаунт и мой промокод, чтобы уменьшить комиссию. Третье – нажать кнопку «Пополнить», выбрать способ оплаты и оплатить. После успешной оплаты деньги поступят на баланс аккаунта в течение 2-15 минут и можно сразу переходить и покупать новинки в Steam. А если что-то пойдет не так, команда техподдержки всегда готова помочь по любому вопросу. Также есть Telegram и ВКонтакте, где выходят новости приложений и игр и рассказывают о всех новинках сервиса. Если вас уже заинтересовал данный сайт, то ссылка в описании и закрепленном комментарии. Пополняйте ваши аккаунты Steam с помощью Купикод и наслаждайтесь играми без лишних хлопот. А теперь продолжаем, спасибо за лайк и приятного просмотра. Storyteller – это необычная головоломка, в которой игроку предстоит создавать свои истории по заданной тематике и наиболее корректно передавать ее суть. Игроку будут даны персонажи и несколько сцен на выбор, с помощью которых он должен будет создать собственное видение описанной ситуации. Иногда происходящее может принимать неожиданные обороты, если случайно заменить героя. Сюжет создается и пишется с самим игроком по его усмотрению, а игра лишь оценивает успешность передачи указанной темы или жанра. Драконы, вампиры, скандалы, убийства. Здесь есть места всему этому и даже больше. На все воля фантазии игрока, который расставляет фигуры произведения по окошкам. Множество фонов, которые предопределяют основную суть сцены по типу храма для свадьбы или могильной плиты для скорби. Дают возможность женить всех подряд или даже писать целые детективы. Для кого-то драма будет измены возлюбленного, а для другого – любовь до гроба, а после – одиночество от смерти второй половинки. Даже у рассказа из трех окошек может быть около десятка вариаций. Сторитейлер отлично подойдет для тех, кто любит разнообразный и размеренный игровой процесс. Здесь есть над чем посмеяться и удивиться. Особенно весело проходить подобные головоломки в кампании, где каждый сможет предоставить свой вариант развития сюжета, поражая своей фантазией. Игра стоит 15 долларов и заработала 280 тысяч долларов. Above Snake's Prologue – приключенческий симулятор выживания в условиях Дикого Запада, который предлагает отправиться на просторы 1833 года и постараться выжить. Вам нужно будет взять на себя роль обычного авантюриста, который готов бросить вызов природе и доказать свое превосходство. Да, испытаний будет много, и предстоит начинать с самых азов. Но это не должно испортить ваше приключение. Преимуществом приключения является полная свобода действий, которая предлагает заниматься самыми разными активностями. Строительство жилья, совершенствование уже имеющихся зданий, организация фермы, охота на животных, сбор ресурсов и сражение с бандитами, зомби, призраками и даже инопланетянами. Другим любопытным преимуществом станет возможность создавать генерацию своими руками. Изначально будет доступно несколько секторов, которые можно смело использовать. А как только все это будет сделано, то настанет время выбирать следующие сектора, а какие именно вы будете использовать, зависит исключительно от ваших желаний. Поэтому только вы будете определять, когда именно предстоит столкнуться с большими проблемами, поначалу или уже на этапе максимального процветания. Кстати, каждый сектор будет иметь свою личную генерацию, которая будет оставаться непредсказуемой. Поэтому в одном случае это станет вашим преимуществом, а в другом добавит вам большое количество проблем. Так как это пролог, игра бесплатная. Ши Фу – приключенческий боевик, особенностью которого выступает комплексная боевая система. Главного героя зовут Си Фу. Он молодой ученик кунг-фу, встающий на путь мести. Его семья погибла, и протагонист жаждет отыскать убийц своих родных. У него совсем нет союзников, только лишь один таинственный клон помогает на его пути. События Си Фу развиваются в течение одного дня. Представлена комплексная боевая система с возможностью использовать окружение в своих целях. Потребуется адаптироваться к каждому бою и ситуации. Можно подбирать различные предметы и выпавшее оружие с поверженных врагов. Позиционирование играет огромную роль в выживании. Игрок способен метать ножи, использовать самодельное оружие, расшибать головами бандитов окна и многое другое. Побеждая противников, открывается доступ к новым навыкам и способностям, позволяя овладеть запретными техниками мастера Пакмея. Всего доступно 150 для разблокировки. Протагонист способен блокировать выпады врагов, уклоняться от ударов и парировать атаки. Успешное парирование может нанести колоссальный урон противникам. Также можно сбрасывать супостатов с высоты и уступов. В сюжетных диалогах позволяет выбирать ответы. Некоторые из них могут привести к тому, что конфликт разрешится без драки. Уникальной механикой выступает смерть главного героя. После смерти протагонист возрождается с контрольной точки, однако при этом стареет на несколько лет. После каждого пройденного уровня открывается доступ к специальной детективной доске, которая сохраняет информацию о мире или персонажах. В Терра Нил вы будете превращать бесплодную пустошь в пышную среду. Игра теперь находится в Play Store как часть игр Netflix. Терра Нил – одна из самых интересных стратегических игр для Android за последний месяц, и ее определенно стоит попробовать. Терра Нил была одновременно выпущена на ПК и мобильных устройствах, и между двумя версиями практически не было различий. В отличие от большинства портов для ПК, пользовательский интерфейс идентичен мобильному. Приятная, успокаивающая стратегия на несколько вечеров. Красивый визуальный и звуковой дизайн чем-то похожи на то, как ты рисуешь картину, только вместо полотна и красок у тебя безжизненная пустошь, которую ты преображаешь с помощью инструментов по своему желанию в цветущий мир. Интересная смесь похожих игр из данного жанра с парочкой своих собственных удачных идей. Есть четыре типа карт, которые отличаются набором строений и способом прохождения. Играть очень приятно, музыка расслабляет, картинка радует, механики не приедаются. Самое большое «но» – игра очень короткая. Как часть библиотеки игры Netflix, Тернил является эксклюзивной и бесплатной для подписчиков Netflix. Игра стоит 25 долларов Steam, поэтому подписка на Netflix – самый дешевый способ поиграть. Игра заработала 500 тысяч долларов. Одиночное приключение Дредж предлагает игроку путешествовать по глубинам и постепенно раскрывать их тайны, параллельно занимаясь ловлей рыбы. По мере прохождения главному герою предстоит улучшать свое судно и тщательнее исследовать дно, чтобы раздобыть давно погребенные секреты. События разворачиваются посреди таинственного архипелага островов, где сокрыто множество загадок и опасностей. Протагонист начинает свое путешествие с того, что встает за штурвал рыболовного труалера и отправляется в плавание. Он желает раздобыть сокровища или получить эмоции и воспоминания на всю жизнь. Ему предстоит изучать дно окружающих вод, узнавая больше, что сокрыто под тоннами воды. Местным жителям можно продавать улов и торговаться с ними, а также выполнять их поручения, получая награды и открывая доступ к второстепенным предметам. Для начала игроку потребуется путешествовать по архипелагу большой и малой соли, постоянно выходя в море. Геймплей насчитывает свыше 125 морских обитателей с разнообразным внешним видом, поведением и стоимостью на рынке. Действие игрока определяет дальнейшее повествование и то, какие события и возможности разблокируются. Опасности находятся повсюду и их потребуется миновать, чтобы не погибнуть или не потерять ценные вещи. Игра стоит 25 долларов и заработала 740 тысяч долларов. В телеграм-канале Быть Инди я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать! Heavy Nice Days повествует о сложной повседневной жизни смерти, которой некогда отдыхать. Переучеты новых душ бесконечны, и даже множество преиспешников не справляется с возложенной на них бумажной работой. Игроку предстоит помочь жнецу разобраться с причиной появления сверхурочной работы выше положенного и доказать всем, что тревожить его лишний раз не стоит. Будни кослявого существа с косой в современности относительно однообразны. Кофемашина для него настоящее спасение, ведь она может приготовить качественный бодрящий напиток, утро без которого становится просто невыносимым. В один из своих дней, сидя в кабинете за пересчетом, смерть обнаруживает, что количество прибывающих душ сильно возросло, хотя пока что о войнах на поверхности не слышно. Как оказалось, это демоны и духи решили повеселиться, убивая смертных. Разозленный такой халатностью жнец отправляется поговорить с ними, а с теми, кто не понимает речи, разобраться с помощью физической силы и преподать хорошую трепку, чтобы они снова вернулись в подземелье. Протагонист Heavy and Ice Days не имеет шкалы здоровья, так как не может умереть. За каждый уровень он будет получать особую валюту и полученные знания на развитие своих навыков и усиление способностей. В бою герой может применять привычную косу и еще 30 видов оружия, по типу цепей, серпов и так далее. Они могут помочь справиться с особо сильными боссами и легче маневрировать. Игра стоит 25 долларов и заработала 3 миллиона долларов. Под названием The Last Spell скрывается гибрид рогалика и тактическое РПГ с изометрическим видом. Действие разворачивается в мрачном фэнтезийном средневековье. В мире случился катаклизм из-за последней войны и участия в ней колдунов. Появился туман, превращающий людей в адских тварей. Ночью они выходят из фиолетовой дымки и нападают на остатки выживших. Свободных от этой напасти территорий почти не осталось. Оставшиеся в живых маги пытаются сотворить заклинания, которые способны уничтожить всю магию и положить конец творящимся ужасам. Пока они собираются с последними силами, игроку в The Last Spell нужно защищать волшебников в последнем форпосте человечества. Игровой процесс делится на две фазы. Днем войны восстанавливают здоровье и гуляют по окрестностям в поисках лута. Игрок в это время отстраивает бастион, возводя стены и башни, а заодно и расставляя ловушки. С приходом сумерек толпы монстров начинают со всех сторон наступать на цитадель. Бои проходят в пошаговом режиме. Нежить старается брать количество. Герои могут бить, резать, оглушать и поджигать соперников. Есть магические атаки, наносящие урон по площади. За убийства противников они получают опыт, поднимают уровни, открывают новые перки и навыки в древе умений. На своих бойцов можно надевать кольца, шлемы, броню и давать им в руки разное оружие. У проекта высокая реиграбельность за счет рандома. Игра случайным образом генерирует персонажей, карты, экипировку и даже волны противников. Кроме сражений с рядовыми врагами, присутствуют и битвы с боссами. Игра стоит 25 долларов и заработала 3 миллиона 600 тысяч долларов. Resident Evil 4 ремейк – полноценный ремейк культовой четвертой части, которая по праву считается одной из лучших в серии. Разработчики учли критику фанатов после выпуска ремейка третьей игры и не стали далеко отходить от корней, придерживаясь курса, взятого на Resident Evil 2. Сюжет не претерпел кардинальных изменений, однако добавились некоторые сюжетные линии, которых не было в оригинале. Расширились арки второстепенных героев и, конечно же, улучшилось управление и значительно обновилась графическая составляющая. В центре истории – Леон Кеннеди, который прибывает в испанскую деревушку Пуэбло, чтобы спасти дочь президента по имени Эшли. Здесь он сталкивается с религиозным культом Лос Иллюминадос и их представителем Лордом Сэдлером. Последний управляет жителями деревни при помощи паразита Лас Плагас, из-за чего они беспрекословно повинуются своему лидеру. Resident Evil 4 ремейк отходит от привычного сюжета при живых мертвецов, становясь ближе к иконному понятию зомби, появившихся на островах Гаити. Как гласят легенды, гаитянские шаманы при помощи магии Вуду управляли людьми, словно марионетками. За время прохождения Resident Evil 4 ремейк предстоит посетить три обширные локации – деревню, замок и остров. Каждая из трех глав представлена уникальными монстрами и боссами. В деревушке предстоит сразиться с жителями поселка и их главой Бетерезом Мендесом. Замок – это финальное поместье лорда-коротышки Романа Салазара, под руководством которого находятся фанатики культа. Остров же предлагает вступить в складку с настоящими военными и бывшим напарником Леона Джеком Краузером, который ввел в себе штамм вируса Плага. Вернулись некоторые персонажи из прошлых игр, такие как Альберт Вескер и Ада Вонг, но они преследуют свои личные цели. Игра стоит 60 долларов и заработала 32 миллиона долларов. Бару Траума представляет собой двухмерный симулятор, оформленный в стилистике платформера. По сюжету на ваши мужественные плечи возлагается вступить на пост капитана настоящей подводной лодки. Однако управлять вы ею будете не на Земле, а на одном из спутников Юпитера под названием Европа, в недрах которого растекается подземный океан. Поверхность спутника окутана непроходимым радиационным слоем, по причине чего колонии людей вынуждены скрываться под толщей льдов, защищающих здешние воды. Проект был изначально ориентирован на многопользовательское взаимодействие, в процессе которого каждому игроку будет присвоена своя роль, выдано собственное предписание на работу, напрямую зависящее от полученной профессии. Но также разработчики позаботились об однопользовательском режиме, в котором функцию реальных игроков заменит отлаженный искусственный интеллект, полностью написанный с нуля. В игре присутствует несколько режимов, однако все они обладают одной общей целью – выжить. Ведь воды чужеродного спутника таят в себе не только опасность нехватки кислорода, но и были облюбованы кошмарными чудовищами, в рацион которых водоросли не входят. Подводная лодка, помимо основной своей функции передвижения, оснащена возможностью прокачки, начиная от внутренней ее составляющей – моторы, радиолокаторы и прочее – и заканчивая обороноспособностью, позволяющей выбирать обшивку и устанавливать новейшее вооружение. А накопив достаточное количество валюты, вам даже удастся сконструировать собственную модель. Игра стоит 35 долларов и заработала 21 миллион долларов. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился насыщенный и интересный топ, пишите в комментариях, какая игра понравилась больше, и не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.